Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу Владимира Марцинковского «Записки верующего». Вот так вот она выглядит. «Благовестник Москва». Новосибирское христианское издательство «Посох» 1994 года. В биографическом очерке Владимира Марцинковского, известного общественного и религиозного деятеля, в скобках, с 1884 по 1971 год, рассказывается о тяготах и испытаниях, выпадших на долю верующих после революционной России, о трагических событиях, надолго определивших ход истории нашей страны. Автор делится воспоминаниями о работе в христианском студенческом движении, о своей проповеднической деятельности, успеху которой благоприятствовали глубокое знание Библии и многолетний опыт ведения кружков по изучению Евангелия. Издание осуществлено при участии Сибирского союза студентов-христиан и издательства «Благовестник». От издательства «Посох» Наше время в какой-то мере можно назвать революционным. Мы вновь перед выбором, каким идеалам следовать, каким путем идти. Или попытаться реставрировать дореволюционное прошлое. А может быть, истоки наших сегодняшних болезней как раз и коренятся в том самом прошлом, и сегодня в новых условиях нам предстоит найти новые пути. Но так или иначе необходим анализ своей истории. В противном случае мы вновь и вновь будем оказываться во власти прошлых, неосознанных и неисповеданных грехов своей нации. Книга Владимира Филимоновича Марцинковского позволяет оказаться в гуще тех смутных событий, которые надолго определили ход истории нашей Родины. И пусть Господь поможет нам иметь ясный духовный взор, чтобы через свое прошлое мы могли осознать свое настоящее. От Сибирского союза студентов-христиан. Заголовок. Когда Владимир Филимонович Марцинковского высылали в 1923 году из России, следователь, объясняя причины высылки, обронил знаменательную фразу, кавычки открытые, «Самое главное зло вашей работы в том, что вы работаете среди студентов», кавычки закрытые. «Безбожное государство не могло допустить, чтобы специалисты на производстве, преподаватели в школах и университетах, врачи в больницах были верующими людьми, верующими не в официальную идеологию, а в живого, единого, истинного Бога. Тот следователь сумел увидеть, что работа среди студентов – перспективная работа. Можем ли мы быть столь же проницательными? Или не желая и не умея подступиться к этому ответственному и действительно очень непростому делу? Мы называем все это западными выдумками, которые, в кавычках, «не подходят к нашим специфическим условиям», не будут у нас работать, да и не нужны вовсе. Кавычки закрыты. Книга Марцинковского не говорит непосредственно о студенческом христианском движении в России. Автор лишь вскользь упоминает студенческие библейские кружки или христианский студенческий союз. Но тем более драгоценными являются для нас эти свидетельства. Читая эту книгу, не посвященную специально студенческой работе, мы можем, тем не менее, извлечь из нее несколько ценных наблюдений. Первое и самое важное. Студенческое христианское движение в России имеет свою историю и собственный опыт. Во-вторых, упоминаемые автором формы и методы этой работы удивительно совпадают с теми, которые мы порой называем западными и неподходящими. Это и изучение Библии в небольших кружках, и лекции на злободневные темы, и диспуты, и студенческие конференции. И, наконец, опыт наших предшественников является вызовом для нас. Студенты 90-х находятся не в меньшем духовном вакууме, чем студенты 20-х. Мучительный пояс смысла жизни, желание утвердиться на чем-то истинном и незыбливом, сердца, готового разгореться верой, это все так же характерно и для наших молодых современников. Но слишком часто наша медлительность и наш скептицизм дают возможность Богу в века сего ослепить их умы, чтобы для них не воссел свет благорестования. Ну вот так вот тут страница показана. Не знаю, будет видно, нет. Вот. Это называется титульный лист книги Владимира Марцинковского, изданной в Праге в 1929 году. Владимир Филимонович Марцинковский. Краткий биографический очерк. Владимир Филимонович Марцинковский родился в 1884 году в селе Дермань на Волыне, в юго-западной части России. Окончил гимназию с отличием, получил серебряную медаль и поступил на историко-филологический факультет университета в Санкт-Петербурге, который и окончил так же с отличием. В годы студенчества с ним произошло событие, которое дало совсем другое направление его жизни. В 1904 году он встретился со Христом и Иисусом. Человеком, которого Господь для этого употребил, был известный руководитель христианского студенческого движения барон Павел Николаевич Николаи. Подробнее об этом событии смотрите прилагаемый очерк из моего религиозного опыта. По окончанию университета наступили годы плодоносной деятельности как преподавателя гимназии, основателя и руководителя студенческих кружков по изучению Библии и литературы, так и простого книгоноши, евангелиста, учителя воскресной школы и так далее. Он устраивал лекции на фабриках и заводах, посещал тюрьмы и распространял Слово Божие во время и не во время. В 1913 году Павел Николаевич пригласил его посвятить всю жизнь работе среди студенчества. Марцинковский внял его призыву и почтенную должность государственного служащего с обеспеченной пенсией переменил на служение секретаря христианского студенческого движения. Материальное обеспечение которого стояло только на вере. С тех пор он посещал университеты Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Самары и других городов в качестве лектора и везде организовывал группы любителей изучения Слова Божия. И эти нежные насаждения он поддерживал и оберегал даже во время бурь и тревог Первой мировой войны и в годы революции. В 1919 году университет в городе Самаре пригласил его занять должность профессора на кафедре этики. В годы революции христианское студенческое движение устраивало публичные лекции по всей стране, на которых в большинстве случаев выступал Владимир Филимонович Марцинковский. Большие плакаты, развешанные на улицах городов, местечек и сел, привлекали тысячи людей, которые охотно заполняли аудитории, залы и молитвенные дома. Вот некоторые из многообразных и благотворных видов его деятельности в тот период. Лекции, литературная работа, встречи и диспуты с выдающимися деятелями антирелигиозного движения, луначарским и других, отсиживание коротких и продолжительных сроков в тюрьме. Каждый раз по выходе на свободу он бесстрашно продолжал читать лекции о единственном пути к счастью, то есть о вере в спасающую силу Господа и Иисуса Христа. Хотя власти признали его аполитичным, все же в 1923 году он был изнан из СССР и поселился в Праге. Когда Марцинковского изгоняли из России на три года, ему говорили, что после этого времени даже слово «Бог» более не будет встречаться в русской литературе. С тех пор прошли десятилетия, но имя Бога не исчезло со страниц книг, и тем более жив оно в сердцах людей. После изгнания Владимира Филимонович продолжал свою деятельность, читал лекции в университетах и церквах Европы, писал книги, проверял переводы Библии на украинский и русский языки. «Мой адрес – это купе третьего класса для некурящих», – говорил он. «Почему третьего?» «Потому что нет четвертого класса», – отвечал он. В 1930 году Господь привел его в Палестину. Его глубокая заинтересованность израильским народом нашла полное удовлетворение. В Палестине он женился на дочери американского археолога Готлиеба Шумахера, который в 1903 году откопал Мегиддо Армагеддон, Откровение 16.16, место последней Великой битвы, упомянутой в Библии. Марцинсковский с супругой поселились на горе Кармель. Когда образовалось государство Израиль, он принял гражданство. Живя в Палестине, он проповедовал Евангелие как евреям, так и арабам. И многие годы был руководителем общины в городе Хаефа. Малые евангелийские общины в разных местах Израиля являются доказательством, что эти два народа, евреи и арабы, могут жить мирно и счастливо, вместе сидеть в братском общении у стола Господня. Одна сестра из Германии подарила ему магнитофон, и с тех пор профессор Марцинковский имел возможность передавать евангельскую весть через радиостанцию в Монте-Карло, что было великим наслаждением для его сердца. Таким способом он мог достигать любимый им русский народ. 9 сентября 1971 года верный служитель Божий отозван к высшему служению. Болезнь была непродолжительной, но тяжелой. Ему только что исполнилось 87 лет. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Даниил, 12 глава, 3 стих. Заголовок из моего религиозного опыта. Это было в 1903 году. В долгий зимний вечер я сижу в своей крошечной студенческой комнате в галерной гавани в Петербурге. На столе тускло горит лампочка с самодельным абажуром. Тускло на душе. Тогда я читал уже Евангелие, хотя видел в нем лишь нравственные идеи. А жизнь была так далека от них. Не было сил жить. Как студент я работал усердно. Но тяжелые мысли о бесцельности, а главное о собственном нравственном бессилии, наводили не раз печальной думой. И так сижу и размышляю. Вдруг стучат дверь. Входит горняк. Мой товарищ по гимназии о Ше разговорились. Слушай, тут есть новый студенческий кружок, христианский. Пойдешь? В чем дело? Какой кружок? Проповедуют живое христианство. Каждый должен быть возрожденным духовно. И эти возрожденные христиане объединяются во всем мире. Пойдем туда. Очень интересно. В ближайшее воскресенье мы пошли вместе. Это было далеко от меня. За час ходьбы. Входим. Собрание еще не начиналось. Студенты пьют чай, некоторые стоя. Иные ведут горячий спор. Есть универсанты. Большинство путейцы, технологи, политехники раздается хлопанье в ладоши. Приглашают кончать чай. Переходим в соседнюю комнату. Она очень уютная. По стенам гравюры с изображением парусных и весельных судов. Скобка. Хозяин в молодости увлекался морским спортом. Пауки с книгами. Студенты, человек 30, садятся в кружок. Посредине руководитель Павел Николаевич. Лет 40, среднего роста, худощавый, гладковыбритый, с бакенбардами. Лицо такое простое и близкое. Встает. Начнемте краткой молитвой, друзья. Все поднимаются с мест. Я в первый раз слышу такую простую, свободную молитву Богу. Чтобы Он нас всех благословил и просветил словом Своим. Я почувствовал неформальную молитву по обязанности, а что-то такое естественное, как дыхание. И в то же время я ощутил, как бы чье-то невидимое присутствие. Садимся. После краткого вступления Он читает притчу о блудном сыне. Читает так задушевно, объясняет так жизненно, проникновенно, так по-новому. И я, как, наверное, и все, чувствую, что речь идет обо мне, о каждом из нас. Это я блуждаю вдали от Отца, питаясь рожками, умирая от голода. Самое главное, впервые я почувствовал в Евангелии новую сторону. До сих пор оно представляло мне суровым идеальным учением о долге, которое я не могу выполнить. Ты должен, ты должен. А теперь откуда-то из глубины звучал ласковый, ободряющий голос, отчий. Ты можешь, приди таким, как есть. Я дам тебе белую одежду и перстень, сверкающий красотою. Я возлюбил тебя. Ради тебя я пришел. Как будто распахнулась дверь из тьмы и холода в высокий зал, где радостно и светло. Столько тепла и света пролилось сразу в мой одинокий, угрюмый мир. Душа дрогнула, затрепетала. И я мог бы сказать, что уже тогда повернулся к христианству. По крайней мере, решил ходить в кружок. И когда он кончил, то, заметив во мне новое лицо, подошел так дружески, приветливо сказал несколько слов. Просил запросто заходить. Есть и есть какие-нибудь затруднения. Я шел домой, переполненный новыми мыслями, надеждами. Так я познакомился с Павлом Николаевичем, основателем русского студенческого христианского движения. Биографии его я сейчас не собираюсь писать. Это дело будущего. Когда будет собрано достаточно материала. Эта биография нужна. С его личностью связана самая лучшая сторона моего студенчества. Самое важное решение в моей жизни. Самое радостное, чем я живу до сих пор. Он был способен толкнуть на важные шаги. Больше всего он, конечно, привлекал нас своим душевным обликом. В народе его называли святым человеком. Но специфической святости не было в его лице. Ни элейности, ни благочестивой фразы, ни поучительного тона. Быть, а не казаться, вот что звучало его в поступках. В искреннем слове. В простых манерах. Он просто говорил о возвышенном. Даже искренне шутил со студентами. С детским смехом бросался сосновыми шишками в лесу в перерывах конференции. Удивительное сочетание, которое может создать только Христос в своей школе. Кротость такая, что я никогда не видал его раздраженным. Но вместе с тем твердость, которая стояла, как финляндский гранит. Против всех запрещений со стороны представителей власти. Молчание. Единственный ответ на клеветы, которые позволяли ему его благородство. И это был не только гранит, который стоит на своем. Но боец-рыцарь, который отважно бросает перчатку по руку. Неверию, мещанству. Мы – движение не оборонительное, но наступательное. Вот лозунг, который он с зажигательной силой бросал в русское студенчество, жаждущее действия и движения. Каждый христианин – миссионер. Если не идем вперед, идем назад. Если не рост, то тление. Стоячая вода портится. Таковы его любимые афоризмы. Горячая, вечная юношеская вера двигала его среди всех трудностей. Влекла его из города в город, из Петербурга в Москву, Киев, Юрьев. Он был душой нашего движения. Этим движением был он сам. Бесшумным, тихим, какой бывает в хорошем механизме. Мы согласны с нашими братьями на Западе, что он – отец нашего движения. Потому что он отдал ему свою жизнь. И многие из нас, посвятившиеся работе в этом направлении, получили толчок от него. И вместе с тем, его преданность не была фанатизмом. Потому что это была преданность не своей излюбленной идее, хотя бы и о Боге, но преданность Богу, который есть жизнь, мудрость, дух которого дышит, где хочет. Поэтому он был так искренне интерконфессионален. То есть умел чувствовать, или, как говорят эстетики, вчувствовать. Принять свое чувство чужой обряд, чужое толкование. Правду сказано, что слог – это человек. Павел Николаевич был выдающимся проповедником, при том, что так редко бывает проповедником и для интеллигенции, для студенчества. Он был незавырядный стилист. Он владел простым, ясным стилем Библии. Его библейские этюды – Моисей, Яков, Захей, Самарянка и другие – представляют незабываемые классические примеры религиозной речи. Где нет лишних слов, нет пряностей, все ясно, сжато, выразительно. Это потому, что говорил он лишь о том, что для него было ясно, как утро. Потому что в душе у него было ясно. К тому же он обладал недюжинным умом, утонченным благодаря юридическому образованию, знанию языков. Он говорил свободно на английском, французском, немецком, шведском, финском. Обогативших его словарь, оттачивавших его мысль тонким выражением. Глубокое знание Библии и соответственно литературы, и многолетний опыт ведения кружков для изучения Евангелия дали ему возможность составить образцовое, единственное на русском языке, пригодное для групповых студенческих занятий, пособие к изучению Евангелия от Марка. При всем том, слово его было согрето личным переживанием, кротким благоговением и сочувствием, ищущим, томящимся душам. И это раскрывало глубину внимания. Без утомления, ловя каждое слово, мы могли слушать его долго, хотя, впрочем, он никогда не злоупотреблял временем. Не будучи формалистом или подентом, он, однако, имел в себе столь недостаточную нам черту – аккуратность, точность, бережное отношение к чужому времени. Черту, которую мы не стыдимся пренебрегать, якобы в силу широкой натуры. Особенно притягивало к нему способность общения. Не светское искусство с каждым завести беседу, но тайное проникновение в душу. Так что мы вы могли исповедовать ему заветные думы, молиться вместе с ним. Это и есть те люди, без которых, по словам Достоевского, человеку некуда пойти. И это давало ему возможность так интимно, внимательно вести так называемую личную работу, которая составляет душу христианской работы вообще. Расскажу, что я сам испытал через Павла Николаевича. Заметив во мне возрастающий интерес к духовным вопросам, он приглашает меня для личной беседы. И вдруг так просто, естественно, спрашивает. Вы веруете, что Иисус есть Сын Божий? К этому вопросу я отношусь безразлично. Скорее, я считаю его великим человеком. Считаете ли вы себя грешным? Да. Верите ли, что Христос умер за ваши грехи и что они вам прощены? Сомневаюсь в этом. Верите ли, что это возможно? Едва ли. Я помню, что в это время я подумал не о силе любви Христа, а о величии сознаваемых мною грехов. Но нужду в прощении грехов, в восповождении от гнетущей вины я остро чувствовал и сказал это тогда же. Эта беседа заставила меня больше лично вникать в Евангелие, применяя его к себе. Но сомнение жило еще долго. Весной 1904 года я перешел на третий курс историко-филологического факультета. Тогда же произошло то большое в моей внутренней жизни, на чем я стою и сегодня. В мае Павел Николаевич устроил небольшую экскурсию в Финляндию, как бы в виде небольшой конференции. Участвовало 25 студентов. Там, в Келумяке, на берегу Финского залива, в Сосновом лесу, мы пели духовные песни, молились, слушали Евангелие. В моей душе шла борьба. Радостные ощущения сменялись мрачными сомнениями. Гуляя по аллее парка, в таком раздумье встречаю Павла Николаевича. «Ну скажите, мой друг, в каком итогу пришли вы в конце года?» «Да я все там же. Иной раз, кажется, ни во что не верю». «Скажите», — произнес он вдруг как-то решительно, твердо, — «согласны ли вы обратиться к Богу? Ведь Христос обещал, приходя еще ко мне, не изгоню вон». «Но как? Как обратиться при всех сомнениях? Я даже не уверен, существовал ли Христос исторически?» «Сомнения не мешают. Если Он есть и призывает вас, согласны ли вы следовать Ему? Давайте лучше обратимся прямо к Нему, чем отдаваться сомнениям и вечному самоанализу». И тогда мы молились вместе. Я чувствовал, что настал момент единственный, который никогда не повторится, теперь или никогда. Я обратился вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя свою нужду в Спасителе, выражая желание следовать за Ним с Его помощью. Это была краткая, детская, простая молитва. Я не помню ее слов, помню тишину кругом. Молчание сосен вверху, а вдали тихо сверкало море, растилаясь блестящей гладью до горизонта. Глубокая, неизъяснимая тишина вечности, непередаваемой радости наполнила душу. «И теперь», — сказал Он, ободряя меня, — «будьте только верны своему решению и идите наперекор пустым сомнениям». На душе было ясно. Я объявил с тех пор борьбу во имя Христа и себе, и пороку, и лукавым сомнениям. Было так радостно, как никогда ни раньше, ни позже. Тогда я ощутил значение слов. «Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам». Исайя 55, 12 Все стало ощущаться по-новому. В груди что-то пело и рвалось навстречу людям. Христос, живой, спасающий, меня возлюбивший, стал реальностью. Ликование не смолкало в душе и тогда, когда я через несколько дней ехал в вагоне домой на каникулы. Радостно было засвидетельствовать и домашним, и товарищам. Я нашел Христа и в нем ту нравственную силу для борьбы с грехом, которую напрасно всюду искал. Павел Николаевич провел меня через порог веры. Он был способен толкнуть меня на этот шаг обращения. И не меня одного. Потому что и сам он в свое время пережил это. И потому что ради обращения русских студентов ко Христу он отдал себя, свою жизнь, средства, пожертвовал карьерой, оставив службу в Государственном Совете. В мае 1907 года Павел Николаевич опять собрал группу своего кружка. И мы поехали вверх по Неве, к Шлиссельбургу, высадились на одной из пристаний пустынного берега. Тогда я окончил курс и уезжал в провинцию для самостоятельной жизни и работы в качестве учителя гимназии. Он читал нам, как на пусте на лето, шестую главу второго послания Коринфянам. Пойдем с оружием правды в правой и левой руке. В письме из Гродно я благодарил его за все. Писал, что вот теперь выхожу в открытое море из гавани, но не боюсь, а с радостью плыву на встречу жизни, потому что плыву не один. Прошло шесть лет моей службы в провинции. Павел Николаевич приглашает меня оставить деятельность учителя в гимназии и посвятить себя студенческому движению. Едва ли бы я решил составить привычную, любимую и хорошо обставленную работу, если бы не убежденный призыв Павла Николаевича. Надо оставить город, в котором прожил семнадцать лет, и вместе с родными переехать в Москву для работы в студенческом кружке. Одна знакомая убеждала окружающих, что я тронулся, а дядя назвал меня «неизлечимым, безнадежным». Все затруднения будущего на новом пути Павел Николаевич предлагал решить верою и дал мне девиз «Око мое над тобою» Псалом 31, 8 стих. И я после долгого размышления решился. Это было в 1913 году. Повторяю, Павел Николаевич способен был двигать других на решительные шаги по пути веры. Почему? Потому что двигался непрерывно сам, как бы соткан был из одного решения, был цельной личностью. Как Павел Николаевич на деле входил во все нужды студентов, это могут рассказать многие из нас, даже из тех, кто не вступал в кружок. Помню, как я в 1905 году жил на Васильевском острове, на один из стеллений, в плохенькой комнате в квартирной рабочего с угловыми жильцами. Я болел малярией. Со мной жил еще студент Ше, наживший переутомление. Жили мы дружно, хотя и впроголодь. И вот в один прекрасный день подъезжает экипаж к нашей квартире. Нас водворяют в него и везут на квартиру Павла Николаевича. Там нас окружили уходом, питанием, лечением. Поэтому и на себе Павел Николаевич испытал удивительную охрану и любовь Божию. Испытывал. Вот случай уже в начале переворота. В Петрограде случайной жертвой толпы стал его родственник Ше. Павел Николаевич, ничего не подозревая, шел его навестить. Узнав об убийстве Ше, он бросился к жене убитого, своей сестре. Он входит в дом с черной лестницей. Его задерживают. А, и этот из них. Постерегите его. Сказал некто в черном, отдавая его двум солдатам. Павел Николаевич закрыл лицо руками и был, как он сам рассказывал, как бы в забытии. Потом вдруг пошел от конвойных, спустился с лестницы, прошел через двор на виду у них и скрылся в ворота. Другой раз, когда в Выборге был погром против офицерства и вообще русского населения, а особенно состоятельных лиц, толпа прибыла в Монреппо, где Павел Николаевич тогда жил, определенно ища его, как владельца имения. Тут один солдат в толпе, поняв, кого ищут, загородил дорогу собою и сказал, «Вы ищете Павла Николаевича, Николая? Я не дам вам тронуть его. А то ангел, а не человек. Он спас семью мою от голода». Эти слова подействовали на толпу, и она удалилась. Уважение местного финляндского населения к нему было огромно, как к человеку справедливому, отзывчивому и стойкому в защите интересов родной Финляндии. Последний раз мы виделись в январе 1918 года в Выборге. Он пригласил меня прочесть лекцию для выборгской молодежи. До лекции он свез меня в Монреппо, и здесь мы беседовали о ближайших перспективах русского студенческого движения. Он радовался вступлению новых членов, намечал работу для некоторых из нас. Он присутствовал затем на лекции, но в перерыве попрощался со мной, так как ему предстояла собственная лекция в местной шведской школе. И больше с тех пор я не видел его, хотя мысленно видел часто, как вижу и сейчас. Он умер от последствий паратифа в октябре 1919 года в Монреппо, в последние часы не приходя в сознание. Его похоронили там же, на живописном скалистом острове. Вверху на башне, над могильным склепом, Элова, Арфа, издает грустные гармонические звуки при каждом вздохе ветерка. Поодаль оттуда мы собирались некогда дружной студенческой семьей на нескольких съездах. Там же, где его могила, там и колыбель русского студенческого христианского движения. Вот домик в лесу, где в горячих молитвах многие из нас исповедовали Богу свои заветные решения на заре юности. В парке Монреппо на самом берегу залива, под высокими нависшими скалами, поросшими мхом и осенними соснами, стоит белый мрамор. Это Вениминен, седой певец из финской поэмы «Калевала». Он поет вдохновенную песню в честь Витязи Духа, в честь того, кто жизнь отдает во имя добра за людей. Он поет славу падшим героям и зовет всех, все новых бойцов в ряды великой Божьей Рати. Москва, январь, 1922 год. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.